Мы же там проехали 43 города, везде, когда я спрашивал, что такое блокчейн, ну поднималась там одна-две руки, она в больших аудиториях. Конечно, биткоин знает больше народа, уже знала больше народа, но вот блокчейн вообще был слот, никто не слышал. Сейчас уже все, но только об этом ленивый не говорит, уже блокчейн для всех это просто такая вещь, правда мало кто пока еще понимает, да и я на самом деле до конца не понимаю, что же это такое, как это можно использовать, но вот сейчас у нас работает несколько очень серьезных команд, которые работают с одной стороны в блокчейне, ну по продвижению блокчейна, в том числе и в законодательном пространстве, мы работаем с Государственной думой, там специальная рабочая группа, чтобы писать законодательство, все это легализовать, а с другой стороны и в конкретных вещах, такие как майнинг, оборот биткоина, у нас команда, которая совершила одно такое действие, которое пока еще не стало предметом для общественного внимания, просто мало кто еще за этим следит, но на прошлой неделе мы перетащили, мы вышли на третье место в мире по обороту, так называемые ноды, центры блокчейна и оборота биткоина, мы вышли на третье место в мире, что в общем такое очень важное событие, к сожалению, там американцы сразу статистику убрали, но тем не менее, в общем, мы имеем все шансы сегодня выйти на лидирующие позиции по даже криптовалютам в мире, и вот те команды, которые работают с нами, они сегодня одни из самых таких ведущих команд в этом смысле, хотим даже установить банкомат по приему рублей, обмена на биткоины в партии роста, но это пока так, идеи. Но для нас с вами, для членов партии, для людей роста, это, конечно, возможность еще использовать все эти технологии с точки зрения создания комьюнити, социальной сети, общаться между собой, общаться с партией, с сообществом через вот эти наши кошельки, которые там всем открыты, опкоины, которые будут являться мерилом не только возможностей по покупке каких-то образовательных программ или чего-то еще внутри организации, йоги, как у нас уже есть такая возможность. Кстати, йога будет от имени партии роста. Мы получили согласие московского правительства, будем в парках дружно дышать со всеми. Называется пранояма, когда все дышат, они нам официально подтвердили наше право в парках этим заниматься. Вот, поэтому покупать не только всякие вещи, которые могут быть интересны внутри организации, но еще и получать, как бы, баллы от своих товарищей, своей активности и доверия, оценивать доверие к тебе, как члену сообщества. Конечно, очень важны и другие сервисы, которые мы тоже представляем. Это вот Набат, который мы сейчас запускаем, еще пока не запустили, но это, значит, приложение на телефоне, апп, который ты нажимаешь, и у тебя есть сервис, в случае если у твоему бизнесу или тебе как индивидуальному предпринимателю, ну, в любом случае бизнесу, грозит что-то. То есть или какая-то проверка, или какая-то рейдерская захвата, или у нас даже сейчас вот мы туда вот доводим так называемое потребительское рейдерство, когда нападают умные юристы, нападают на магазины и там нестационарные торговые точки, когда требуют с них взятки, это называется потребительское рейдерство, там еще таракан подложат или что-нибудь такое. Поэтому Набат – это защита бизнеса. Академия Роста мы с вами здесь, и два слова тоже хотел сказать, и прежде всего сказать спасибо НГИМО, факультету государственного управления, который теперь называется… Управление и политики. Управление. Это мы, понимаете, мы пришли, да, и сразу все стало немножко по-другому. Политизировали факультеты. Теперь мы еще раз точное название. Факультет управления и политики. А, вот так, раньше было какие-то политтехнологии. Факультет управления и политики. Ну, видите, как я пока еще даже не в курсе всего, значит, управление и политики. Значит, мы с вами туда попали, куда надо, потому что политика – это мы, а управление – это тоже мы, потому что, конечно, я вот в НГИМО меня пригласили, и я с большой гордостью согласился возглавить кафедру проектного управления, потому что это как раз все, что связано с бизнесом, и политика тоже при этом присутствует. Проектное управление нужно везде. Это тот механизм управления, который дает нам возможность эффективно выходить на результат, в общем, практически в любой области. И поэтому это тот именно факультет, а тем более МГИМО. Еще, может, за границу возьмут куда-нибудь поехать. Так что я, тем более, что я, конечно, отсюда, хотя в этом здании я не учился, я учился в соседнем здании, мы были первый курс, который вообще учился здесь, на Вернадском. Это первый год, который здесь уже начинал и заканчивал. Еще здесь ходил с досками, кирпичей укладывали, тут у нас целый был строительный отряд, мы доводили к первому сентября, достраивали это здание. Так вот, Академия Роста еще хотел сказать, что мы с вами здесь сейчас начинаем курс, именно связанный с муниципальными депутатскими и системой управления, и возможностями, и как стать депутатом. Но на самом деле это не только это. Мы хотим в рамках Академии начать и бизнес-курсы, кому это интересно, по различным направлениям, опять же, все связаны с новыми цифровыми технологиями. Но кроме этого, может быть, и продвинемся еще глубже в какие-то дела человеческие, возможности формирования себя, семьи, детей, здоровья, но такие вещи, которые волнуют каждого человека, и не все везде находят на это ответ. А вот мы пока ищем этот путь, надо очень правильных людей, преподавателей, которые могли бы действительно быть для нас полезны в этом смысле.